урок на твиттере и так далее и так далее все вот эти позиции пустые слово урок его можно переставлять значит какие вызовы сегодня это принято называть даже не задачу задачу тоже кто-то поставить ну кто нам может поставить задачу ну никто потому что нету такого сетевом сообществе субъекта который бы кому-то вдруг свободным людям ставил задачу поэтому это все называется вызов и наша только позиция может быть самоопределяться по отношению к этому вызову мы его принимаем или не принимаем как кто как школьные учителя как родители как участники клуба сетевого взаимодействия которые раз в год собираются они собираются чаще но раз в год собираются в марте конце марта здесь чтобы что-то запустить какую-то волну в интернете я это говоря ответственно потому что ну по крайней мере три года подряд был запущен проект парковый урок имеющий сетевой такой масштаб сетевой скажем не будем географию дарятся вот назад здесь был запущен мастер-класс артефактами которые тоже имеют свое продолжение сейчас студенты самарского педагогического вуза Ольга Федоровна Брыксена там проводят обучение с привлечением этих артефактов и студенты натаскивают такое что учителя бы никогда не нашли и так далее и так далее значит нет никаких организационных форм для учебной деятельности это очень важный момент потому что для вообще ситуация абсурдная как можно ли учить того чего я не знаю сам я на этот вопрос отвечаю положительный потому что а кто тогда будет знать где есть это знание упакованное и систематизированное где те учебники и где те даже какие википедии по этим знаниям адаптированные для школы и для учителя еще и с методикой сбоку или сверху а этих знаний нет и не появится потому что если мы это не сделаем вот главная мысль какая пример могу привести личный когда много лет назад уже много я вот ходила в ЖЖ и там читала всякие блоги потом я решила что значит блоги пишут всякие свободные люди почему бы не писали учителя эти блоги и в моей голове рисовалась картина что есть некие педагогические блоги я приду сейчас в интернет хорошенько поищу и там найду я очень удивилась когда месяц второй проходит третий я и все хожу и все ищу а бога все нет только один я там учителя волкова по литературе московского он даже уже был какой-то один директор сейчас уже не помню какой но мораль этой басни такова что спустя некоторое время вот маша смирнова я можно тебя маша смирновой с поддержка спинка я не потарает и метание пирог сделали такой конкурс в интернете а то мы его назвали такой был девиз конкурс того чего не было это был конкурс образовательных блогов но мы это уже так слабо мы понимали что мы неплохо ищем а просто их мир тогда мы вели конкурс и они появились результате конкурса и некоторые из может быть даже здесь присутствующих блогеров особенно началки они как раз и блоги ведут отсчет именно с этого конкурса о чем это еще раз пора о том что если чего ты нет очень хочется чтобы это было во-первых оно должно появиться в нашем сознании если мы разрешим этому появиться в нашем сознании то есть мы хотим чтобы была некая методика ну блять и хотеть то от кого мы хотим хотеть может только сами себя значит нужно изобретать собственно нет проектировщиков потому что нету людей кто возьмет на себя кто захочет чтобы считать это личные проблемы вот это вызовы такие а про формы я забыла сказать что формы эти особенно они обязательно подразумевают одну очень сложную вещь я вот даже думаю что в муках возможно ли это потому что муки все-таки на такое автоматизированное обучение самопроверки запускать а вот коллективное взаимодействие можно не запускать это большой вопрос поэтому если вы будете иметь ввиду что у вас пока не мог на 30 тысяч человек а ну хотя бы чуть на 20 30 50 кто это тоже можно задача я потом повторю еще если не очень понятно а мысль основная вот такая что эти вещи вокруг новых понятий чего-то нового могут родиться только одни примерно таким же способом как сегодня на родинах придумали свой проект один я не знаю вдвоем мы не знаем а в десятером мы значит самое главное могут придумать не что а как значит как об этом узнавать рассказывать какие придумать приемы какие могут формы деятельности что зачем и какие-то собственно учебных результатов мы ожидаем что мы узнаем пройдя ну и собственно с мотивацией вещах будете работать отвечать на два вопроса это интересно потому что не это возможно потому что все что я наговорила я и вторая часть работы давайте на 5 часа есть очень важные правила которых мы сейчас должны будем договориться внутри группы вы пока еще не выбираете тему но хотя можете уже договориться что кто-то бросит плечи вам что-то новое положите как предмет вашего и тему вашего мука вашего дистанционного курса очень важно понимать что можно делать достать это канон и что там нужно обязательно что там должно быть только не пишите контент-контент-контент нужно более подробно писать что там должно быть какой контент какие инструменты что там с этим делать и и какие табу чего ни в коем случае нельзя делать и ставить я бы привела примеру и потом его приведу ну может быть вы лучше скажете чего значит нужно сейчас зайти по ссылке разбиться на группы и и делайте копию этого листа и заполняйте его а потом его отдам и пошло больше сейчас у нас 15-31 значит вот на 17-1 и приходим там что написано Я открыл вот этот свой документ. У кого нету мобильных устройств, можно сейчас руководить бумагу, но чего? У нас, скажи, на ум, это должно быть для первого, или это на другой стороне. У нас, скажи, на ум, это должно быть для первого. У нас, скажи, на ум, это должно быть для первого. Как-то можно назвать это, в некой мокальности. Вы с нами? Или у вас своя мобильная устройство? Давайте будем вместе. Как вы нам назватся? Как вас зовут? Это у нас Натанина. Татьяна. 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 Так, Марина, я тебе поспал. Так, значит, что нам надо? Сделать копию документов и работать в новую группу. Это интересно, потому что это возможно, потому что все эти группы – каноны, что неопротивляетесь при реактивном логе, того, чего нужно избегать при реактивном логе, откроется доступ на комментирование к своему документу. Так, это мы сразу… А мы уже в копии работаем. Так, все, все можно комментировать. Ну, это мы делаем то, чего мы сразу принесли. Мы понимаем, как было. Мы это сделаем. Олег, можно сзади от лица? Не надо. Очень плохо. Спину пробую, пробую. Не надо. А вот знаете, что… Марина, а ты являешься членом сообщественных педагогических логических взаимодействий? Поставь ссылочку, потому что я не являюсь и не могу там писать. Это просто самое последнее, что надо сделать. Давайте просто сделаем это и уже не будем про это долго. Вот я что-то, знаете, что не понял? Почему мы это делаем? Ну, видимо, если мы потом будем проектировать, то можно сказать, что говорится о правилах. Какие правила? Ну, надо проектировать смуты, не хотим проектировать. Да, да, да. И что с тобой запрещено? Только, опять-таки, для кого запрещено, для преподавателя, для человека, это правила публикованные или, правда, для нас, как предпроектировщиков, но пока не есть. Надо у людьми начать. Мы еще не добрались. Первый вопрос, это, почему интересно, о чем интересно? Наверное, создавать муту, да. Или все-таки то, что мы будем создавать? Мы будем создавать муту. Понятно. Ну, о чем? О чем мы пока еще не решили? У вас первый вопрос, это интересно, потому что... Интересно. Интересно. Если это новый онлайн, если это процесс. Давайте запишем. Актуально. Актуально. Главное, неинтересно. И что это сейчас? Сейчас с тобой Ярошай. Пожалуйста. Актуально. Актуально. Канона и табу. Да. Актуально, да. Так что он лечит. Это те, что он лечит? Я же не знаю, что это все лечит. нет, тут просто приоритет что вы должны учить? что вы должны учить? а ведь не нужно ли пояснить еще раз про каноны? что такое каноны? каноны это обязательно условия, без которых это невозможно а того это запрет ну например ставить админ ну понятно ставить админ нельзя это пример запрета дистантное обучение дистантное обучение это дистанционное обучение а вы решите сами сами решите так нет, ну мы худо-бедно ответили на первый вопрос мы продлились это возможно, потому что почему это возможно? а почему это возможно? а почему мы это возможно потому что Есть ресурсы, есть желание, есть желание, не знаю, на всяком случае, это интересно, что интересно, потому что можно понять, а вот, может это нужно, вот почему-то интересно, потому что мне это нужно, мне это нужно, реально, я хочу сделать, но это мне интересно, потому что это новое, точно такое дело, это все, что новое, если даешь кофе, ну нужно что-то делать, ну нужно что-то делать, напоминается то, что в конце, поэтому не первое, на встрече. А нас где-то спрашивают, про что это может? Или это не вас? Нет, мы пока не спрашивают. А мы все-таки решим это, наверное. У нас вроде бы неконцентрация, ну как же. Пока еще никто не скажет, я помню, это все подъехали, совершенно. А это вот когда-нибудь заведет комментировать? Ну, мы там про неудачи. А как попали на реагентацию? Ну, давайте писать каноны. Ну, давайте писать каноны. Я сейчас, например, все еще не буду понять. Вот я тоже не могу понять. А, ты даже, ты вот это, я пока не могу понять, зачем мы все это делаем. Правильно? У меня более тяжелый случай. Да, 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 да. Для тех, кто проектирует. Да, при проектируемых, вот ты расчешься, и что, то, что ты делаешь. Да. Ну, это все, я думаю. Да, да. Да. Девушки отдыхают. Верное соотношение. ул вот и а он в в Это, наоборот, канон. А, это канон. Это канон. Конечно. Это длинный седон. Злодей. Через деятельность. Наконец-то. Можно писать про минующий оценок? Ну, давайте, да. Потому что у нас есть что-то. Сколько времени? Я точно не понимаю, да. Своевременно обратно связь мою. Максимум же ориентировки? Да. Возможно, самопроверки тоже у тебя. Мы заимноцениваемся. Да. Заимноцениваемся. Да? Да. Чтобы оно было именно с сетями. Это что? Да. Самооцениваемся. Да. Да. Могут. Сейчас они чуть-чуть другое оценивают. Даже не часто. Там есть много разных вариаций. Там бывает на заимного оценивания, на автоматическое оценивание, на самооценивание. То есть, смотря какую модель мы берем. Скорее, где тысяча тысяча, это сложно. Нет. Если 30 тысяч, это может быть автоматическое оценивание. Да? Они сами делают тексты. Там может быть какое-то сообщество, где они, кажется, парами вот так вот стыкнулись, и один должен другого оценивать. Смотри, как это все моделировано. Не будет. Я зашел, как владела кла. Перешил. Я хочу вам помнить. А ты ставки? Нет. 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 Давайте еще что-нибудь придумать. В табу давайте что-нибудь зайдем. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Как я иду. Ну а одна. Что случилось? Да. Уралапсун. Уралапсун. Ты, осел. Это мне. Он говорит, как она словит. Горячей головой. Я говорила. Это корректное отношение, да? Ухе. Я говорила. Это проектирование. Ухе. Ухе. Это проектирование! Ухе, даже я, государь, прокалил. Уважаемые герои, возьми вопрос, делаем ли мы дистанцию. И если можно, я сейчас вам не говорю, вы поясните, в чем разница. Объясняют так, что МОК – это курс, законченный заранее известным содержанием, разбитым на порции, которые можно проходить в каком-то порядке. И никак нельзя прийти туда в позиции, что я чего-то не знаю. Это должно быть упакованное, уже освоенное вами содержание, которое вы пытаетесь снять. Правильно? Значит, убирайте слово. Заменили слово на дистанцию. Но дистанцию – ключевой. МОК – это тоже дистанция? А можно потом? То есть ваше участие там… Вот такое мы МОК делаем. Ваше участие там подразумевается. Но только вы держите ситуацию, что вы не сможете лично с каждым говорить, лично с каждым взаимодействовать. То есть вам обязательно нужно включить какую-то самоорганизацию групповать. Это самое первое. Ну то есть у меня есть, может быть, технический средств? Да. Могическое средство. Могическое средство. Нет, ну это зависит от препорта. Телепрограммов. У нас есть, в котором как раз очень большое выключение Ребята, мы не работаем в этой неделе. Привычка. У нас есть, в котором мы можем выбрать проблем и найти ее решение. Абсолютно противоположен, но это же все, кто в этом году. Грук, как и дистанционный курс, могут быть разные. Как в принципе, проигрывающие проблемы, так и что-то с наденным алгоритмом сроком. Я думаю, что тут скорее массово есть, как массовые стандарты. Можно, в том числе, как стандарты. Но у нас в том, что мы сейчас видим чисто количества человек. Много, а не массово, в них участвуют 100-1000 человек, 200-1000 человек. Управлять хоть как-то 100 тысяч человек, синхронизовать их у вас вообще нет никакого времени. А если 50-1000 человек? Да почему? Может быть, 500 человек. Нет, там такого нет. Количественной границы нет. Самый главный принцип, чтобы масштабировать. Там может быть 50 человек, может быть 500, может быть 5000, может быть 500 тысяч. И в курсе в самом ничем не изменится. Да. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Это точно торгует, жанра служит, а выгодная, а в этой отношении нужно начинать. А что еще? Пренебрежание отношений к участникам. Это процесс уже. Нет. Аааа. Типа, это их задраковывает и выставляет. ОК. Острый так блок, чтобы начинать себя чистым, комфортным. Нельзя его в дурацкое положение ставить. Хорошо. Вот опять тик. Не его хотим учесть опять, да. Это не так уж с тобой. Ну, еще раз. Это небрежительное отношение. А, небрежительное. У нас что-то будет. А, не совсем. Ученик. 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 Ученик lotta просвещения. Анна Козовинань. Технические решения мыш Then젓ные ты учишь. Об Of 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 The Нов. с очень с в 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 к но не в в в с в от а Пока не сролкнёшься, да? Слушай, если вам даму, даму быстрее на детей как-то написано. Этот мукман очень много. А это уже потом не выяснится. Главное сейчас будет. Могу, попросите, я снова звоню. Это может начать у нас, чтобы чуть больше не пропустить. А вот я могу делать. Все идёт поэтому. А вот у тебя, ну, к этому это может быть. Отлажды, ещё раз. Я это может просто. Ну, как это для меня сдастся? Я искал, чтобы там, что... Мысли где-то вон в покое. Сейчас мы её поймаем. Хватаем, хватаем. Вы заставляете его заниматься тем, что он не любит и не умеет. Спасибо. Давайте просто оставим. Спасибо. 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 Я тут в деле две назад публиковал пустякацию мокра. Пароль. Колбать пароль. 23 на 3 2012. На 3 марта. На 3 2012. А что это? Рцл 38. Мошла? 48. Да. 48. 38. У кого сколько? А кто больше? И что боится? Вот давайте я сейчас пройду. Получше с публикацией. И может быть у нас появятся какие-то общие вещи. Ничего нельзя. Значит существует 8 основных типов мокр. Трансформирующие. Трансформирующие. Это когда берется уже готовый курс университетского профессора. Да. Который он читает в флайне. И он просто выкладывается в сеть. То есть это традиционный курс. Пересаженный в сеть. Все что делает например Керсера. Второе. Авторские моки. Которые. Типа. Академия Салманхана. Где контент разрабатывается специфически под интернет оболочками. Которые не могут где существовать кроме как в интернете. Асинхронные муки. Это когда дата прохождения начала всех модулей синхронизирована для всех пользователей. То есть когда они должны примерно в одно и то же время делать одно и то же. То есть может быть вот в этом есть какой то канон. Что должна быть хотя бы частичная синхронизация действий пользователей. Потому что они могут во времени быть слишком сильно разнесены. Часовые пояса. Ну нет. В рамках часовых поясов они могут быть рассинхронизированы. Но если например один там 1 сентября делает то что другой делает 1 мая. То такой модуль скорее всего будет не успешен. Потому что слишком большой разрыв между пользователями. То есть некая синхронизация пользователей. Должна существовать. Как разумно существовать. Ну примерно вот так. Ну там какие то промежуточные старты могут быть. Конец первого модуля. Переход к второму модулю. То есть модули они могут делать как и вводы. Что тут там 3 недели. Тут 1 недель. Но они должны быть более или менее. Светланы куда-то сейки уходят. Правильно. Слушайте. Да, синхронизация. Частичная это что? Ну просто написать синхронизация. Адактивные это возможности визуального обучения. То есть. Если есть трудности с тобой. С тобой. Значит если есть трудности с тобой. Можете взять такую форму. То есть. Вы пишите. Не надо. Дистант. Это не. И пишите что это не. Например. Это не пособие. Это не. Какие слова придумать. Если вы струдняетесь. Потому что с какой то точки зрения. Каноны и того. Это две стороны одного и того. Если вы пишите инструкция должна быть короткой. То вторую вы можете написать инструкция. И не должна быть длинной. Это конечно будет смешно. Но если вы найдете формулу. Что это не из прежней практики. То это будет хорошо. Поэтому еще пять минут. И ссылочку публикуем в сайте. Должен быть какой то результат. 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 По сути четырех. Фудовая честь beep. Вы говорите что то. Там дается интервал. Что то нажмите в неделю. Но это дается интервал. В течение недели. В течение недели. Да. В течение недели первых. То есть. А что мы должны саживаться. Мы должны сажаться. То есть. Определиться. Вот где эти.. Неделые пять. Давайте пару табутчику бросим. Да. Давайте сбору планку. Вот давайте как-нибудь обозначим обратную связь, что нельзя создавать эмоции, не то, что в котором нет Обратную связь, который нельзя оставлять Это хорошо, да, ему нельзя оставлять, у него должны быть или другие участники, которые на такого побежать, или сама оболочка должна собирать инструменты для поддержки То есть вот таку нельзя оставлять в честь этого без поддержки Уважаемые коллеги, совершенно не представляется нереальным, например, выводить на экран Поэтому большая просьба, даже если вы три записали в канон и три того, это достаточно Там есть ссылки Google+, вы публикуете уже документы Зайдите к соседям, задайте им вопрос на полях Потому что по правилам вы должны открыть документ на комментирование Всем, у кого есть ссылка на комментирование Обменяйтесь, посмотрите, что написали другие, дополните, а потом мы пойдем дальше То есть мы не будем сейчас слуха оскучить Давайте нападем на чей-нибудь документ И его всего закомментируем Вдрызг А где вы его найдете? А мы опубликовали его комментарии Ждем, пока другие люди тоже самое сделают Вот в публикации Людмилы Рождественской мы опубликовали комментарии от Марины Курлиц Там есть ссылка По ссылке открывается наш документ Батмен В общем, Батмен Ирина Волкова, да? Нет, мы не Инна Волкова Мы кто? Батмю Гран Батмю Гран Батман Боюсь, мне так звучит Вы как-то куда они написали эти вот Давайте их распределим А вот кто дал ссылку Это видимо вот Сморо Пожалуй, теперь они не думают Давайте Давайте напишем, что это все по мне Почему мы пока еще не придумали Какой большой Пастыня Может, некоторым нравится пастыня текст Избежать ручной раунки Уже комментируется Пастыня 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 Перескller Пастыня 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 Голос Голос Пастыня Пастыня Голос Можешь Пастыня Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дальше после этого видео ДимаTorzok 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 Создает или находит обучающие видео? Создает. Создает какой интересный обучающий среду? А я не знаю, это не знаю. Я думаю, это не знаю. Это тот семейный, по которому мы работаем. Мне его нужно помнять. И тогда, наверное, создают. Находят. 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 Материал. Видеоматериал. Видеоматериал. Создает. 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 Дает обратную связь. Создает. Дает. Спасибо. Создает. Создает. Да. Я сказала, что я в рубрикансе. Я в рубрикансе. Я в рубрикансе. Что мы с вами видим? Это показатель работы. Я изображен. Что мы возьмем в исследователь? Делаем, кстати, конца. Что-нибудь такое, что есть для всех. И это те существуют. А эти, как мы уже используем, то всегда можно создать себе одно процессор. И что там попадается, а потом не надо. И сладочно. Потому что, конечно же, она такая интересная сессия. На сайт, я боюсь, не тяжело. В принципе, это больше чем. В принципе, мы же мы же сначала даем рекламу родителям. Первый год родителей, потом уже чуть-чуть даем. Вот так вот. Как в этой ситуации? Да. 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 Да, да. А это не совсем. Да. Девушки, я хочу вам предложить. 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 Деньги зарабатывают. Кстати, девушки, нам надо разделить. Кто-то кухню дают. Каждый берёт свой дом и всё. И вперёд. И вперёд. Так, ребёнок отвечает «да». Да, конечно. Да, да, да. Уважаемые коллеги, что вам нужно делать? Ты поел приготовиться. До конца уже? Представим? Объясняшки тогда сделать успеть. Но я думала, если мы сейчас оформим, мы уже объясняшки какие-нибудь сделаем. Не придаёте. Так, ну ладно. Какого-то подписчика. Добрати походу. Ну, ты поел? Что вам нужно делать? Закрабывайте роды. Юрий. Вы маленький. Там 10 лет. Юра, ты поел? Мы поел. Мил, это ты приличный мальчик. Нет, приличный, скажите, мальчик. Кстати, я в детстве ему кушать делать. Мил? Конечно. Я не умею. Я не умею. Конечно, я не умею. Я не умею. Такой ответ пойдёт? Пойдёт. Вы получите свои завтраки по лейтингу. Они опубликованы. Хорошо, замечательно. Давайте сделаем транспорт. Вы попробуйте рассказать книжку и Дееву, не читая вот это всё, потому что это мы уже урём. Это Дееву. Еще вам сразу видно. Вас сами названиями говорят. Мы начнём сейчас. Марина, вы можете с вашей группы начать? Секундочку. Хотела бы... Хорошо. Тогда мы с Ленией из первого группы. Поскольку они там сидят рядом со мной, они уже давно готовы. Но я не знаю, насколько имеется в виду. Вот ты сразу произнесла. Такой вот пришла. Потрясающе. Готовный приходный родитель. Да. Если ребёнок... За первое место. И за третье место удается. Секундочку. Я не знаю. 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 Коллеги, тут полная тишина, пожалуйста. Давайте эти ключи передали. На Молл-кьюс открываем в сообществе. Как ваша группа называется? На Молл-кьюс? На Молл-кьюс. На Молл-кьюс. Смертолы консультанты. Не, мы сейчас платим презентация для последней сцены. Не приходим. Здравствуйте. Я могу так громко говорить. Ссылка последняя в исходном посте, где была эта самая презентация, которую мы сегодня не видели. Или видели? Ну кто-то видел, а кто-то не видел. Идея мастер-класса очень простая. Как определить, достоверная информация в интернете или нет. К примеру, который может быть в жизни, который сам просто... Ну не знаю. Все говорят, что видели, но как это проверить? Ну или не все говорят, что видели, а кто-то видел. То есть есть некая задача, непонятно, как ее решать. Есть куча ссылок на шарнете. Непонятно, можно им верить или нельзя им верить. С одной стороны, есть здравый смысл. С другой стороны, здравый смысл, как показывают телевидение, не всегда помогает. Целевая аудитория здесь немного хитрая. Мы предложили вариант не когда отдельные люди чему-то учатся, а когда учатся прямо в семье. Почему семье? Потому что ребенок хорошо знает технологии в среднем, но у него нет опыта, который бы ему помог как-то адекватно реагировать на ситуацию. У родителя, с другой стороны, опыт есть, а со знаниями технологии обычно не особо у него там. То есть мастер-класс рассчитан на группы. Ребенок или несколько, плюс родители или несколько. Изначально, исходно, даются какие-то базовые, вводные, базовая вводная информация о том, как можно вообще искать поисковую систему, какие там есть запросы. Ну короче, всякая вот технологическая фигня. Который, собственно, ребенок обучает родителям. То есть ребенок это быстро посмотрел за пять минут, врубился, дальше передал этот опыт родителям, которые, естественно, два ощущения для них. Ребенок за пять минут посмотрел, врубился, потом учил. Надеюсь, он смог. Ну хорошо, ложись. Затем, второй этап, это уже когда есть некая информация, выданы некоторые критерии, например, критерии авторитетности источника в Википедии, можно прямо ссылкой это дать. И когда уже родитель, исходя из анализа этих критерий, объясняет понятным и простым языком ребенку, вот эта ссылочка, она ссылается на какого-то хорошего, умного человека, не знаю, ученого, например, академика Сахарова. Вот, этой ссылочке можно доверять. А это ссылочка на Ватю Питечка, на которую никто не знает, и доверять нельзя. После этого родителям и детям вот этим группам выдаются юткейсы. Дается какая-то ссылка в интернете, или какая-то статья, или какая-то картинка, или даже кусочек какой-то газеты. И просит определить, достоверная информация перед этим там или нет. Ну и соответственно на этих примерах изначально дети родителю учатся как-то взаимосвязывать между собой, пытаются определить, творить, дискутировать и в итоге определяют, правдивая информация или нет. Система? Да, на основании общего обсуждения, то есть дети, больше всего, на личный участок, питающих нужную информацию о родителе, вместе с детьми, аккумулируют, пытаются анализировать, пытаются выразить, правды или неправды. Ну и вот получается, соответственно, такой результат. В конце работы они вместе также придумывают некоторые задания, которые идут уже на следующий мастер-класс, следующим группам родителей и детей. Мы все-таки без запаса. Ну и вот, почему, как плавно плачают? Нет, ну как раз таки, ну, а... Да, ну и с таком стороны. Нет, ну, у нас предлагают тренинг, где предлагаются различные контенты для детей. А последующее задание будет как раз таки, предложение новых примеров для последующих групп. Вот мы как-то так зовут. Ну, не знаю, у меня очень, в отношении моих классов, дистанции для детей, очень такой, есть собственный опыт, я два года веду дистанцию, я десятиклассника. И в своей школе мы проводим дистанции. Дни дистанционного обучения, самый младший возраст, в общем, у нас, там, третий-четвертый класс. И здесь он достаточно хорошо с пятью-шестью этапами справляет. Ну, как бы дистант длиной в день. Такой опыт мы в своей школе имеем уже трех лет. Вот, но вот насчет поиска, очень бы хотелось пример какого-то задания, потому что дети ищут информацию в интернете. Какую информацию, как выглядит это задание. Вот это самое вкусное и есть. Ну, я понимаю, что сейчас вы, наверное, просто, как бы, да, идею кидали. Вот это и есть самое трудное, как выглядит это задание. В каком оно виде. Ну, мы брали ту тему, в которой мы наиболее... Не крыльчат. А вы посмотрели на какую-нибудь вылеску и жёлтый газет. Вылесли жёлтый газет, там, кто-то, 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 кто-то. Вы знаете, вот за счет вылески и инсталерной информации, фейков и газет, я бы с детьми такого не делала не стала. Вот мы брали такие задания в рабочих местах, они касались бультовых ситуаций. Выглядела, как пролевая игра. Вы запачкали джинсы, ну там, не знаю, шариковые ручки или там дорогие джинсы. И вам надо найти химчистку в городе и составить правильный поисковой запрос. Потому что им нужны адреса открытых химчисток. И предлагали им варианты на выбор. Но там задание многохотовое. И они должны были правильный вариант выбрать. Его можно очень просто выбрать. Нужно взять все запросы, прогуглить и посмотреть, какой им больше подходит. И на основании этого эксперимента выбрать лучшие. Дело в том, что детям нужны вот какие-то очень практические навыки. Ваше задание на шестой уровень пирамиды Глума. Критическая оценка информации. Сразу еще. Нет. Нет. Подожди. Подожди. У нас идет деятельность участников. Значит, изучать материалы. Первый. Изучаем материалы. Теория, которые у нас предоставлены. Понятно. Коллеги, затем идем. Взаимобучение со стороны. Значит, вектор идет. Вот. Родители. Затем опять идет. Изучение материалов построения запросов. Понятно. То есть у нас идет вообще на самом деле шесть. Понятно. А, коллеги, я не критикую и не нападаю на вас. Просто из опыта к вам. Что изучение теории по поиску, дети никакой теории читать не будут. А в тестате вы лишены возможности это проверить. Что все максимумы, что могут делать дети, это тыкать и кликать. Все. Для этого здесь есть родители, которые будут. А, у вас есть родители церкви. А где у них мотивация? Еще один. А пообщаться у них какая-то разная мотивация? Не знаю, в разных семьях парнях. Я просто занимаю такую позицию критикой, чтобы вы поняли. Имея опыт по дистанту, он с детьми очень сложный. Поэтому вот эти задания, они требуют творчества максимального. Вхождения в роли ребенка максимального. Чтобы они могли. Никаких учебных материалов по поиску. Такого материала типа инструкции, типа синтаксиса вообще быть не должно. Вот мое убеждение. Чем младше дети, тем меньше такого. Презентация максимум три слайда, на которые три крупных картинки. Но это мой опыт. Я не знаю, может кто там... Мы сейчас не будем вас так долго бить. Мы, может быть, кого-то спросим. Вот, например, папа Саша спросил. Папа Саша, скажи насчет... Как ты думаешь? Нет, но реально. Дети не смогут у вас отследить работу с многоуровневыми запросами. А здесь иначе не получится. То есть запрос должен быть в наговоре. То есть первый какой-то область видит. Потом уже поиск в области. И плюс еще боковые какие-то запросы. Я часто так вообще не видел. Я ищу обычный способ. Нет, они на достоверность проверяют. Это очень сложная задача. Ну, опять же, не зря ты сказал. Министр иностранных дел является авторитетом. В том вопросе, допустим, по Крыму. Да. Зеленые человечки были или не были в Крыму? Да. Давайте воспользуемся данными. Они уже составили смысл. Так. Предварительно. Можно? Значит, мы соотносим. Вот такая здесь фишка. Мы пишем результаты обучения. Дети умеют заниматься поиском. Заниматься поиском можно на 100 уровнях. Мы это понимаем с вами. Да, 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 да. Поэтому мы все-таки говорим о том, какой это уровень. Это пятый класс или шестой класс. Это все имеет значение. И дети там берут поисковой запрос. Это его ни о чем. Ну, извините, коллеги. Я может быть... Нет, у нас нет такой задачи вообще, что они научатся заниматься поиском. Результат обучения. Эти родители научатся определять достоверность. Отличная задача. Я хочу пойти на мастер-класс. Я все жду, когда появится мастер-класс по достоверности. Шперк обещал, не пришел. Наверное, он не смог. Ребята, это очень сложная задача. Это высший уровень пирамиды. Поэтому, самое простое, отсечь то, что очевидно, например, любого здравого родителя, научить отсекать это ребенку. Определите понятие здравого родителя. Хорошо. Если вчера пьяный, когда из базы увидел одно, явно не будет стоверная информация. Хотя для ребенка она может оказаться не стоверно. Давайте пойдем дальше. Извините. Да. Кстати, не факт. Это пьяный театралист. Не факт. Может быть, как раз едут, зеленые девочки чаще встречаются. Очень коротко. Это наша идея. Проведение, подготовка и проведение класс мастера. Не мастер-класс, а классного мастера для проведения мастер-класса. Это такая идея. Из чего она, что называется, у нас возникла, да? Она возникла из того, что очень многие, наверное, люди не знают, им надо провести, например. Они даже думают, что им есть чем поделиться, но они не знают, как это провести классно. Так, чтобы это было вот на уровне высоком, классном уровне. И вот наш мастер-класс подразумевает подготовку таких классных мастеров. Это идея. Вы можете рассказать, как ее релицом. Вот так лаконично. Этот планет разработан на OutUpConsor. У них тут все очень подробно разработано. Но, к сожалению, знаете, чего не хватает? Вот здесь такой был комментарий, поскольку мы с ними рядом. Сам мастер-класс ваш должен сообщить новые фишки, назовем их так, организационные формы, которые участники возьмут, присвоят и сделают на них по-другому. Если их нету, то вы ничему не учите. Никакое выкладывание контента, материалов учебных, как бы мы их ни назвали, не решает проблему дистанционного обучения. Давайте, ну это такое у нас после двух выводов нет. Не будут дети. Вы сами будете читать инструкции, Лена? Нет. Не делал проблему, он сказал про текст. Я проходила дистант у Гугла по поиску. Он длился месяц. А вы предлагаете детям одним заданием учить поиску. А что это на месяц делал? Нет. 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 Так, кто следующий? Давай. Так, коллеги, кратко, кратко буду говорить. Итак, название, название нашего онлайн-курса, мы считаем, что он уникальный. Мы примеров в интернете не нашли. Название такое. Один дома. Как приготовить поесть и не спалить квартиру. Это название. Тема. Курс доступной кулинарии для детей. Целевая аудитория нашего курса – это дети возраста 10-16 лет, которые после школы находятся дома одни. И анонс. Я зачитаю. Если вы занятые родители и много времени проводите на работе, а ваш ребенок в это время один дома, то наверняка вы сталкивались с такой проблемой, как голодный ребенок. А на вопрос «Ты поел?» Ваш чад отвечает «Захавал бутерброды». А ребенок в свою очередь думает о том, ну как же мне дожить до прихода родителей? Тогда, если эта ситуация права, тогда наш онлайн-курс рассчитан именно на вас и на вашего ребенка. Пройдя этот курс кулинарии, ваш ребенок сможет самостоятельно и безопасно накормить себя, пока вы на работе. Все этапы расписаны. Ссылка скинута в сообщество. Зайдите, читайте. А где у вас маленькие там? Педагогические сценарии. Педагогические сценарии закинула я. На клуб. Положили в нужное место. Да. Нет. Здесь это будет отлично. Кто следующий? Кому палочку? А, расскажите по вопросу. Расскажите, какой продукт у вас выдадут участники в вашем онлайн-курсе? Да. Наши участники, мало того, что они готовят, мало того, что они готовят, они должны будут все-таки красиво сфотографировать и выложить в Инстаграм с таким еще хэштегом модным. Это будет продукт. Такой флешнот некий образовательный в Инстаграме. Нормить тебя можно прижать на правительство. Нет. Безусловно. Это понятно. Будет и физический, и цифровой продукт. А, понятно. Продукт пасты класса – это несъеденный продукт. Что-то должно остаться. Да, да, да. Переработать. Да. И потом ребенок знакомится с понятием. Рецепт, наверное, да? Да. Да, да, да. И эти, и эти. Спасибо, мы поаплодировали. Да, да, вы поаплодируете. Рефлексии по проведенному вчера мастер-классу по аниматрону, по анимации в школе, появился новый стартап американский, где берешь и прямо сразу начинаешь рисовать мультик. Ничего не участия, ничего не знаю. Идея такая. Мастер-класс организуется с помощью проектов, на которых на поле ничего нет, но в библиотеке есть море спрайтов, из которых надо придумать какую-то историю и составить мультик. Все это делается в течение часа с детьми, которые ничего до этого не умели. После этого начинается детализация. Как рисовать спрайта, как придать ему какие-то свойства, как сделать его невидимым и так далее. А первое захватывающее, что детей захватывали всегда, это способность из готовых спрайтов, которые что-то умеют, сделать историю, но переврав какую-то классическую, как у Евгения Шварца, пересказать вставку наоборот. Сейчас такой проект идет. Дети пока не отвлекаются. Идет в Кужегородской области. Поэтому идет поиск вот таких и всяких фишечек, как их туда заманить. Записали 100 человек. Спасибо. Спасибо. Может быть, имел смысл для учителей такой проект? Ведь дети, доступ к ним очень трудно получить, потому что они все уже к чему-то привязаны, к каким-то рисункам. Может быть, для учителей такой мастер-класс? Да, учителей есть учеников. А, должно быть. Нет, есть уже, но эффект 100 человек. То есть? Заманить не могу. Нужна реклама, значит. У вас выложены ссылки. Хорошо. Спасибо большое. Так. Следующая группа. Кого мы направляемся? Прямо оставшись на целом. Мира? Давайте пожалуйста. Чтоб помощь-то. Чтоб помощь. Благодаря, приезжаю. Мы выложили репрезентацию. Сейчас она из хлоп. Как это происходит? Мы долго думали над темой, решили, что далеко хотеть, взяли тему работы в сообществе G+. В качестве аудитории мы не стали ограничиваться на учениках, на учителях, на взрослых. Мы написали на аудиторию для всех людей и человеков. Так как нас попросили поприативить, мы решили в качестве целевой аудитории анонса курсу сформулировать кратко такой слоган «Здесь узнаешь, как в G+, сможешь ты создать союз главы». Надеюсь, все привлечет такой слоган. В качестве этапов назвали 4 пункта, на самом деле гораздо больше может быть. Это первый шаг, как создать аккаунт в Google, как создать круги и присоединиться к какому-либо сообществу. Ну и такие технические штучки, как создание поста, ссылки, картинки и размещение видео в своем посте. Ну и четвертый, наверное, самый интересный пункт – это некий рекомендательный. И здесь основная задача тьютера, собственно, будет, что читать, какие сообщества рекомендовать и что нам это даст. Что получат результаты всего обучения – это общение и взаимообучение. Результаты, которые вы получили, тоже в стихотворной форме ходить, бродить, читать, пометить, постить, грузить, непостичить. Что научатся делать? Седьмой пункт, там, задача тьютера – это создать курс, прежде всего, завести там интересный материал, направлять, советовать, рекомендовать. В качестве инструментов будут соответственные инструменты группы и в качестве примера того, что можно в роли задания попробовать сорганизовать некую фото-окоду. Предложите участникам сообщества за определенное какое-то ограниченное время найти что-то интересное, сфотографировать, обменяться, прокомментировать и проголосовать. Замечательный конец, потому что, уважаемые коллеги, специфика обучения сервисом заключается в следующем. Чтобы это не был курс под названием «Шариковая ручка». До четвертого пункта, я вам просто извиняюсь, на правах видащи я делаю строгий разбор полета. Если бы не было пятого пункта, это был бы курс, который так называется – «Шариковая ручка». Потому что очень много таких курсов в сети, которые основаны на том, что мы создадим обучалки, как создать аккаунт, как сделать пост. Но если нечем обмениваться, если не понимают сути социальной сети, а это социальный инструмент, это социальная шариковая ручка. И последняя фото-охота просто вас спасла. Этих идей не должно быть много, но дети должны чем-то обменяться, чего-то проголосовать и поставить свой лайк. И чтобы написать что-то, хотя бы мне понравился, круто, класс и так далее. Тогда цель достигнута. И можно сказать, что тогда ваш мастер-класс, конечно, совсем другими красками играет. Но без этого важного пятого пункта это обречено на неудачу. Причем здесь пятый пункт? Что? Да, вы там задумывались в театре. Пятый пункт. Пятый пункт. Да, пожалуйста. Не знаю, насколько у нас получилось. Дистанционный курс решили, придумали, назвали «Музыка нашего города». Аудитория – это семьи, в которых дети дошкольники и младший школьный возраст. Потому что у нас в группе получилось так, что два воспитателя детского сада преподавают на музыке. Мы хотим изучать музыкальный Санкт-Петербург, издания, памятники, сооружения, все, что связано с произведениями, с композиторами и так далее. Ну, там ссылочка стоит по презентации на нашу разработку. Вот, написано, написано, автор, как бы основной, ну не основной, а моим именем, регистрируется. Значит, что у нас? Мы, значит, тьютеры оповещают о дистанции, публикуют последовательность действий, создают шаблоны. И если необходимо, потому что мы понимаем, что не все взрослые владеют Google ресурсами, мы либо выдаем распечатанные инструкции, если это работник детского сада, это сделать несложно для родителей, либо как-то размещаем где-то, что им сделать, чтобы попасть вот в организуемое нами Google сообщество. Инструменты – это Google Apps и Learning Apps. Этапы мы прописали, они состоят из подключения к курсу знакомства, есть домашние задания, которые заключаются в поиске информации, есть выездные такие экскурсии, которые семьи отдельно или совместно друг с другом к разным местам ездят, фотографируются, результаты выкладывают в Google таблицы для всеобщего доступа. На некоторых этапах они делают презентации, есть этап, где дети рисуют, и завершается все это квестом. Ну вот такая вот такая вот реальность. Еще там один такой этап есть, они создают музыкальную афишу, когда они смотрят, какие мероприятия, места можно посетить с детьми, и какое-то мероприятие посещают. Да, и будут делать. Не знаю, насколько это все. Вопросы есть, коллеги, да? У меня первый вопрос. Целевая аудитория – это мама с двумя высшими музыкальными образованиями. Нет, нет. Просто есть очень много на самом деле заинтересованных родителей, которые ну просто не знают куда и как, и хотят вместе скооперироваться. То есть на первом этапе их надо немножко направить. И вот первый этап, когда они по маршрутному листу, по нами заданному, куда-то идут. А потом они продумывают уже свой маршрут, по нему проводят и публикуют остальным, да, чтобы другие попробовали. А в итоге, наверное, опубликовали в Google Apps. Вы почему-то в таблицу вкладываете. Создайте сообщество, пусть они там обмениваются маршрутами своими. Но дело в том, что там на одном из этапов, вот, например, они заполняют таблицу песни о Ленинграде-Петербурге, да, и там вот рейтинги. Если люди не очень хорошо владеют вот этими ресурсами, их слишком много кидать не надо, да. Вот они умеют форма с таблицей работать и презентацию создавать. На первом этапе это достаточно. Согласен. У нас вот последний наш дистанк для четвертого класса содержал такое задание. В целом тема была «Моя любимая домашняя животная». Этап по музыке он выглядел так. Была форма. Найди песню, где фигурируют животные, или в названии, или в содержании, в первую чеку. Потом отыщи в поиске композитора и автора текста. Это тоже для детей трудно. Четвертого класса иногда путают, вообще не подозревают, что песня из композитора. И апофеоз. А, строчки из песни при виде запечатай. И найди ссылку на YouTube и брось ее в таблицу. Вот они создали тоже коллективы. Три четвертого класса. Это целый этап. Вот один этап вот просто с помощью входа. И для детей четвертого класса это вполне получилось. Много песен нашли. Правда, у нас был приведен пример «Расмородную зимой», там, вдоль опушки лесной. И стоял ролик на YouTube. Некоторые дети привели этот же пример. Это очень интересно вообще наблюдать. То есть этот же пример. Взяли эту же песню, эту же ссылку. И этого же композитора. Просто скопировали. Что тут скажешь? Масиба. Порубайте вас, понятно? Да. Тут большая группа в 45 человек. А кому вы даете мне прошу? Ну, вы не слушаете. Ну, а у себя, у нас. Сядка не на что. Или я кого знаю? На сколько? Ну, а что? Ну, а что? Два раза. Мне не хватает времени, чтобы позвонить родителям. Да. Мне не хватает времени, чтобы писать о физбиотике. А мне не хватает времени на занятие спорта. А мне не хватает времени на обработку фотографий, создание видеороликов о друзьях. А я спать. А мне надо «Войной мир» прочитать. А у меня завтра компания. Если вам не хватает времени, приходите на наш аккаунтный курс. Мы все-таки поняли, что у нас не мук. Мучить с муками мы не стали. Мы предлагаем доступный курс для подростков, которым не хватает времени. Он называется «Стой по прийти». Тема для подростков. Рассчитывается на 2-го, 9-го класса. И мы расписали, собственно говоря, мы не будем вычитывать все этапы. Мы расписали этапы, сервисы и прочие вещи. Нам кажется, что это был бы интересный такой опыт для ребят. Потому что с кошеклассником, как известно, очень хочется много чего отпевать. Но у них нет на это времени. Школы сюда идут достаточно много. И дети, которые не хотят, чтобы школа мешала их жизни, наверное, смогут лично, я бы сказала так, наверное, смогут узнать что-то новое на нашем сайте. Дея в том, что каждый из участников мука разрабатывает для себя свои собственные правила. Основные тех дыроков, своих суток, которые нам могут сложить с помощью. Я не хочу разрабатывать никаких дыр у меня нет, я не умею реализировать свое время. Единственное, что меня заинтересовало, это для подростков очень значимая социализация, сравнение с тем другим. Ух ты, а другой, оказывается, успевает еще в трех кружках, спортом и так далее. Вот как это сравнение можно было бы анализовать, чтобы разрабатывать какие-то дыры по другому человеку? Нет, а мы не разрабатываем дыры. Если открыть документы, которые мы не строим, то мы не обрабатываем. Вот, да, вот поэтому. Собственно говоря, там есть этап мотивационный, когда они строят дерево, желают, на что они стоят. Дальше они... Ну, на самом деле, это экспириенс в шести шагах примерно. И там есть этап мотивационный первый, потому что мы понимаем, что подростков очень трудно удержать и вообще замотивировать на такие вещи. Но мы понимаем, нам, как это... Учить надо не тому, чего они хотят, а тому, что им надо. Мы понимаем, что это им надо. Наша задача, чтобы вкупить хороший патчет в конкурсе. Что касается социализации, обмена, то такой этап у нас упланируется множество. Это четвертый этап, когда они ищут соломинку в ладу другого. И пятый, шестой этап, когда они сравнивают те продукты, которые они будут. Интересно в таких вещах социологический опрос. Как, в среднем, на что мы тратим время? Предусмотрим ли у вас механизм, чтобы он обрабатывал, ну, скажем, упущена какая-то форма, анкета? В них предложено. И потом... Таблицы сравнивают. Да, да, да. Таблицы они сравнивают. Таблицы, конечно. Кугл таблиц, конечно. Статистическая таблица. Конечно, из инструментов там гугл таблица, понятное дело, ну, то есть гугл форму с гугл таблицей, как предмет анализа, это гугл календарь с планировочком задач. И там, возможно, не знаю, насколько это приемлемо для 9 класса, но, возможно, личный гимит, но не такой, как, не текстовый, да, опять же, по таблице, потому что... В нем уже назовито такие дешевые моменты, которые мы можем избежать, он только отмечает тем, что в темном действии. И вспоминается пример, был так конченый, по-моему, была фамилия Респредвидельства. Да. В общем, в Северской облице. Это очень важный опыт коллегам. Марина Курлиц, Юрий Курлиц. Он еще записывал, описывал каждые 15 минут своих суток. И он утверждал, что мы разбазариваем время, свои жести. Благодаря вот этому, как и траушу, мне просто кажется, почему. Я бы вам посоветовала включить, или, может быть, чтобы школьники нашли сами примеры, чтобы мы создали копилку примеров людей, которые какой-то тайм-менеджмент, она еще не была ни календарей, ни лет времени. Они его... Здесь нужен какой-то иногда и героический. Вот, честно говоря, книга Любящего, как мне кажется, для 7-го и 9-го класса категорически не подходит. Потому что она... Потому что вот этот личный подвиг, он настолько масштабный, что... Ну, я не думаю, что такой пример вдохновляет старший класс. То есть нужно искать... Ну, ребят, вот одно дело, взрослые люди, да, другое дело, свои классники, которые читают про любящего. Книга достаточно непростая. Нет, нет, Маша, я не буду книгу читать. Я не буду привести примеры людей, которые экономили время. Сам вот героический образ, он давно из практики у нас выметренный, мы не даем никаких героев. Просто это пример необычный. А дети склонны что-то необычное, как это поведение. Просто понимаете, чтобы это было интересно. Вот мы говорим, таблицы, в которых не было чем-то делиться. Это опять очень учебное учебное. Какой-то график, какой-то план, распорядок дня. Им это глубоко противно. Они хотят ложиться в 4 утра и так далее. Вот мне кажется, это просто сменение. Вы же к нему можете относиться. Мне кажется, интересно было бы сравнить два способа, вот как бы родилось, да? Было бы интересно сравнить два способа учета времени. Учет времени от сделанного и учет времени от... написал статью, прочитал умную книгу и так далее. Это один способ от задачи, от той задачи, которую я перед собой ставлю. Написать статью, прочитать книгу, стать отличником, научиться играть на скрипке. Это один подход, да? Можно его сравнить с другим подходом, да? От потраченного на... Вот сколько я смог освободить времени, например, на свое хобби, да? Вот на обработку. Ну, да, вот здесь интересная работа, потому что мы будем с нами. Действительно, если я сэкономлю каждый день 15 минут, и каждый день 15 минут я буду чем-то сниматься, вот, допустим, даже ту же зарядку и потом посмотрю на решение. Мне кажется, это более интересный момент. Да, да, да. То есть поставить какой-то эксперимент. Эксперимент на самом деле. Вот у меня ровно 15 минут, но каждый день, или там два... Можно, можно... И достижимый результат. Мы со своими студентами, когда они нам сказали, что мы загружаем, вот, вот, по-самой, я не хочу, да, мы им предложили ввести таблицу оценивания своей самостоятельной работы, домашней работы, сколько они времени на это тратят. Ну, нам это нужно было для того, чтобы следить, насколько каждый из них, что называется, одно и то же задание выполняет с разным количеством времени, значит, заказать потом дополнительную поддержку тем, кто в этом нуждается. А во-вторых, сколько наши домашние задания затрачиваются, потому что это было со всей кафедрой проведено. То есть, вообще, сколько затрачиваются студенты на выполнение домашних заданий полностью на кафедре, ну, то есть, неделю. Понимаете? То есть, не один человек, да, а вот распределять еще между собой нагрузку, между преподавателями нагрузки, и сказать, ты что, Марья Ивановна, там загрузила студентов, да. Так вот, интересно было, что они вот эту, а, и еще мы им дали, сколько у них идет, ну, там, преамбуле, тоже на сайте все, сколько у них по ГОСТу или по программе идет на самостоятельную работу часов, ну, 36 часов этот, а 54 этот. Так вот, что интересно, они потом сказали, что это позволило нам вообще-то посмотреть, что я, да, в принципе, не так много трачу, а как казалось, ну, им казалось, они нам просто вот такими вы нас забили, так и так далее. Мы начинали с того же, вопроса, на который с церковью получили только на самом деле и на стране. Мы начинали с вопроса, а зачем, собственно, это стандартно, потому что, ну, нет смысла проводить дистанционное джинаменте, которое, ну, допустим, очень трудно, и все, но мы начали более простым путем, и на самом деле я подозреваю, что очень, что, очень повторяем те проекты, которые уже были. Тему выбрали такую, природная зона России, но это не просто, и даже не совсем вот, дистанционный проект. Предполагается, что будет работать как минимум две группы, находящиеся в разных природных зонах, и будет дистанционное взаимодействие учащихся, потому что они должны будут сами собрать, используясь фотоаппаратами, аргументы в пользу того, как природная зона отличается от другой класс, и они должны будут объяснить другому классу, почему они так считают, и точно так же должны будут найти свойства по параллелям. и здесь будет преподаватель, который будет дистанционным и не дистанционным. Вот такой соответственно вот этот, который пастролирует и курирует дистанционно, он сам участвует? Вот это мы не додумали до конца, но конечно он координирует, просто родной преподаватель будет здесь рядом с шоу и должен будет обзраниться. Мне кажется, если человек как-то здесь что-то какая-то, он сам не включен, то это на себе обдачу. Конечно, он включается, дети работают самостоятельно, то есть тут дистанционно получается, дистанционно все равно получается, потому что они работают самостоятельно, идут работать, загружают в сеть фотографии, пишут комментарии к этим фотографиям, отвечают на вопросы, которые задают дети, то есть здесь получается такая скорее смешанная. Перемьется, но они по-разному считают, что такое дистанционное читает. Нет, читает, читает, а другое дело, что одно текст учебника это одно, а жизнь это другое. может быть, они составляют такое. Вот на галактике есть такой дистанционный преподаватель, который ведет, кстати, географию дистанционно, просто в полном смысле слова. У него потрясающие нагрузки используя новых инструментов губов, новых, например, связанных с картами, или есть там такой маркер виртуальный, не видели вы еще? Знаете, на том, здесь, он дает текст на функциональные чтения, говорит, желтый, красный, изделенный маркер. Ты должен пройти по тексту и выделить, например, признаки вот этих самых зон географических маркеров. А потом этот сервис сам, как агрегатор, работает. Он эти слова, то есть они делают только рабочие листы, выделяют маркером, и он эти выделенные слова в отдельный документ вообще выделяет. То есть он из текста их забирает и выделяет, и учителю уже или публикуется вот этот файл с уже выделенными словами. Один взгляд на него, чтобы получить представление на том, что ученик имеет представление или нет. То есть ему просто нужно маркером, как вот выделить. Проверка работ занимает подпишек на секунду. Очень хороший пример дистанционного. По-моему, Михаил Колодницкий его зовут. Не видел никто на галактике, да? Видел, что он хочет признаки. Вот. Можно посмотреть тем, кто интересован в таком проекте, потому что инструменты есть в текстуру. Я против чтения пара. Я против. Но на самом деле тут какая получается ситуация? Можно читать параграфы, можно читать интернет, можно ничего не читать, но... А можно создавать свой ученик? А, это не является обязательным требованием. Обязательным требованием является показать особенности своей природной зоны. Но дальше уже варианты пути и когда он будет выбирать. Потому что дерзкий ученик может пойти на фотографирование и сказать вот это только у нас, а потом получить в комментариях извините, вот у меня фотографии, и это же самое. На этом надо отвечать. Спасибо. вам получение. Как вы уже все устали? А вы хорошие? А вы хорошие? Коллеги, там слышно? Нет, давайте. Сейчас здесь вообще ничего. Коллеги, давайте чуть-чуть. Одна, последняя. Коллеги, мы представляем дистанционный урок с плакатной уроки или урок на плакате. Значит, целевая аудитория у нас учителя. Наш анонс. У нас анонс будет частичный хортический, частичный степс. Мы хотим в Анонсе представить три вида нишек, которые мы с вами будем делать. И подпишем, хотите сделать лучше с вам к нам. Ну, раз у нас такой курс дистанционный. Дистанционный. Дистанционный хороший. Хороший. Да. Значит, этапы наши. Первый этап знакомств и группы. Следующий этап пробок и ромки. Вы только у вас. Это не ритуал, а вот чтобы запомнить этап номер один или нулевой, это необходимая часть, потому что лишено будет дальше всякого смысла, так вот они могут... Продолжение следует... 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 Вот, посмотрите, пожалуйста Вот это сказка Сказка-телема Вот, посмотрите, какая чудеса Это сделано в сервисе Может, кому не видно, а вот теремок Дальше идут вот Это исследовательская работа Для второго, третьего какого-то класса Дальше они подсчитывают Суммарный вес 250 килограммов И тут еще, видите, сколько-то точек Очень много Состав жильцов, посмотрите Земноводные, насекомые Млекопитающие И дальше Ну, пятый класс Я просто говорю, что это все-таки маленькие дети Потому что мы чаще всего Усложняем вот этими своими Популировками Какими-то абстрактными задачами Наша задача вернуть в какой-то Да, коллеги, большое спасибо Если мы трем людям произвольно Кто поднимет руку, дадим слово Потому что мы не можем считать По технологиям законченное Сегодняшнее большое мероприятие Мила Рождественская Придемно отчитывается Продолжайте Просто подвести итог Потому что вы, конечно же, напишите Подойдем Пожалуйста И мы пойдем с Анташей Это Я Думаю, наконец А Юра-то где? Он уже в народе Это не работа Работает 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 Отлично Там долго работали Хотелось Кофе Правда Нас тут угощали Спасибо огромное Что происходит? Техническое В сообществе Но коридорном В каком-то кайфе Мною в муках Мы Сочиняли Дестанканоны Сочиняли Не очень нам понятно В муках Мы в вашем клубе Обретали Мы стерили И общались И Вот чашечка Есть у вас музей У клуба подарков? Нет? Да Вся 18-я Все стены Там все Вот чашечка Чтоб кайфу Дальше напивались И чтоб идеи Все сюда сливались Это как Спасибо 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 Это номер первый Это номер первый Второй Третий Тоже готовить Тренд задан Мы понимаем Да? Юрий Владимирович Самар Я подойду? Подожди Самар Самар Пока вторую Я Я Кратенько Это Маленькая Папелька Маленькая Папелька Папелька Маленькая Память Пусть Останет На Самаре И о том Проект Который Привел Меня Сюда Вал Ну Это Самар Крепан Понятно Мы закончились Спасибо А без взяток Кто-нибудь Просто Слово Человеческое Что Ну Очень Дайте Дайте Кто Нет Я не знаю Харимя А то Сейчас скажем Может Сверну Как Кошка Кошка Открывается � anlam Сзади Было У нас генерировано огромное количество идей, ну, мы сгенерировали хорошую идею, вот у нас идея была двух словно хорошей. Очень понравилась идея от Марины и Юрия, это вообще что-то... буду очень рад увидеть Станин. Вот очень хорошо, если оно появится. Мы же думали, что мы будем монетизировать эту идею. На сгибку можно будет, рачник раз всем здесь присутствующим, хорошо, здорово. На самом деле очень много креативных людей в одном месте, в таком я впервые вижу вот такую концентрацию. Так что очень здорово получилось сегодня. Спасибо.